О, привет! Заходи! Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. В одном из видео я как-то уже говорила, что я с уважением отношусь к различным направлениям питания, в частности, таким, как вегетарианство, веганство, то есть к тем людям, которые сознательно отказались от животного белка по разным убеждениям. Ну, в основном это убеждения, связанные с морально-этическими нормами, ну, есть убеждения, которые связаны с нежеланием загрязнять свой организм продуктами распада, но это не суть, это не важно. В любом случае, каждый человек имеет полное право выбирать то питание, которое ему в душе, которое ему больше подходит, больше хочется, больше нравится, и, конечно же, никто не имеет права указывать такому человеку, каким образом ему питаться. Надо ему есть мясо, не надо ему есть мясо и так далее. Я вообще считаю, что смотреть в чужую тарелку — это не неправильно, неэтично. Смотреть в нее можно только в том случае, когда тебя об этом просят, как в случае со мной меня очень часто просят посмотреть в тарелку люди, клиенты, которые приходят ко мне за консультациями по питанию. Так вот, есть один момент, который я считаю таким щекотливым в моем отношении к веганам и вегетарианцам. Ну, я буду говорить веганам, и под этим мы будем понимать как веганам, так и вегетарианцев. Неважно, это люди, которые отказались от употребления животного белка, то есть продуктов, связанных с животными и, в частности, чаще всего с мясом. Есть один нюанс, который меня как-то немножко не то, чтобы напрягает, но кажется таким щекотливым. Я хотела с вами это обсудить, как вы к этому отнесетесь. Вот смотрите, я сейчас вам назову несколько слов, и вы у себя в голове сразу прикиньте, с чем у вас ассоциируются эти слова. Такие как шницель, котлета, сосиска, колбаса. По-моему, совершенно очевидно, что эти слова ассоциируются с мясом, потому что все эти вышеназванные продукты, они делаются из мяса убиенных животных, к которым, конечно же, не имеют никакого отношения веганы. Но почему-то сплошь и рядом я встречаю в питании веганов веганские шницель, веганские котлеты, веганская колбаса, веганские сосиски и даже веганское мясо. Нет, я понимаю, что то, что стоит за этим названием, оно, конечно же, не имеет отношения к настоящему мясу, к настоящим котлетам, которые сделаны из животных. Но тем не менее, почему веганы, это люди, которые против, в принципе, да, против поедания животных, почему они употребляют слова, которые имеют прямое отношение именно к убийству и поеданию животных. Вот этого я не могу понять. Если веган – это человек, который питается растительной пищей, то почему бы ему и не питаться растительной пищей и называть вещи своими именами? Если он ест веганскую колбасу, как это обзывают, да, то почему бы так и не сказать, что я ем продукт, сделанный из гороховой муки со специями, чесноком и так далее, и так далее. Ну, назвать это каким-нибудь веганским словом, который не имеет никакого отношения к слову колбаса, которое, слово колбаса, конечно же, ассоциируется с мясом. Вот этот момент меня несколько утручает. Я не придираюсь, я не придираюсь, я не зануда, я просто хочу понять, что движет веганами, когда они внедряют в свой словарный обиход название продуктов, связанное с животной пищей. Что ими движет? Движет ли ими желание хотя бы таким образом приобщиться к запретному плоду? Либо же ими движет какое-то другое желание? Не знаю, не могу понять, но этот факт меня смущает. Напишите в комментариях, как вы относитесь вот к такому явлению. Не кажется ли вам, что привязываясь вот таким словесным образом к пище, которая напоминает своим названием продукт животного происхождения, веган дискредитирует себя как веган? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Пока, до встречи и посмотри еще вот это видео. Увидимся!